Привет, детки! Сегодня у нас будет обзор акриловых красок. Совсем недавно я снимала видео о своих акриловых красках, которые у меня уже есть. Там были разные фирмы, которые я уже опробовала лично. И вот буквально на днях мне поступило предложение от магазина Тейр Краски. Они сказали мне, Дарья, вообще-то у нас тоже классные краски, ну-ка протестируйте их. Так что да, сегодня я этим буду заниматься. Сразу хочу сказать, что мнение мое не проплачено, собственно говоря, как и всегда. Я по-честному буду их тестировать и по-честному вам расскажу о их плюсах и о их минусах. Так что давайте начнем. Итак, что мы имеем? Магазин прислал мне 16 баночек с акриловыми красками и небольшой скетчбук для этих же акриловых красок. Сразу хочу сказать, что я ничего не знаю о этих красках. Этой конкретно фирмой я ни разу не пользовалась. Единственное, что я знала, это то, что мне пришлют матовые краски и то, что эта линейка, она очень нежная. То есть все цвета в ней пастельные. Я видела их на сайте и они показались мне невзрачными и скучноватыми. Но какое было мое удивление, когда я увидела их вживую. Эти цвета, они очень красивые. Да, они очень светлые, они разбеленные, но они очень красивые. В общем, сейчас сами все увидите. Давайте по порядку. Начну я вот с такого вот фисташкового цвета. Он вообще один из самых любимых из всех тех баночек, что мне прислали. Очень красивый цвет, я его уже протестировала. Далее цвет, который называется лимонный бисквит, который я уронила. Да, кстати, обратите внимание, что у всех цветов названия просто жуть какие вкусные и заманчивые. Далее еще один желтый, но он уже чуть понасыщеннее и поярче. Такой уже скорее напоминает яичный желток. Хотя этот желтый тоже разбеленный. Тут вообще в этой линейке все цвета разбеленные, даже самые темные и насыщенные. Также мне достались вот такие вот два очень похожих друг на друга оттенка. Но на самом деле они похожи только в баночке. На бумаге они совсем разные. Один холодный, а другой теплый. Цвет называется слоновая кость. Далее идет цвет, который называется персики в шампанском. Это такой очень-очень нежный, холодный розовенький оттенок. Этот оттенок мне тоже очень понравился. Он очень насыщенный, в отличие от предыдущих. Цвет называется мятный. Камера придает более зеленоватый оттенок, но на самом деле этот цвет ближе к голубому все-таки. Далее идет коралловый, тоже очень насыщенный цвет. Вы можете сравнить его с персиковым предыдущим. Этот цвет называется индиго. И если честно, я не понимаю почему, потому что цвет совсем уж далек от индиго. Серьезно, у него даже подтон другой. Ну ладно, наверное в разбеленной пастельной серии красок может быть такой индиго. Не знаю. Этот оттенок серого мне тоже понравился. И что удивительно, это действительно просто серый. Это просто серый. Обычно серый бывает теплый серый или немножко холодный серый, синевой. Но это действительно цвет, который вот просто серый. Это редкость. На самом деле, как бы не казалось это странным, просто серый классический найти не так уж и просто. Эти два оттенка, пожалуй, самые темные в этой линейке. Это ежевичный и махагон. Два таких мрачненьких и, можно сказать, благородных оттенка. Далее идет очень красивый хаки. Я таких оттенков пока что среди всех акрилов вообще, которые я видела, не встречала. Очень красивый, сложный и глубокий цвет. Еще один нежный светлый оттенок, который называется апельсиновый мусс. Он очень похож на персики в шампанском, предыдущий оттенок, только более теплый. Следующий оттенок это просто мой самый любимый оттенок в этой линейке. Цвет называется нежное небо. И это просто невероятно нежный голубой. И что самое важное, это сложный голубой. Потому что если сейчас мне нужно будет смешать такой голубой из тех оттенков, которые у меня есть, мне придется смешать 3 или 4 синих одновременно, не считая самих белил. И завершающий еще один очень красивый цвет, который называется оливковый. И так я сделала небольшую палитру для себя. Я опробовала цвета и сейчас я начну рисовать небольшой скетч, для того, чтобы понять вообще, как эти краски работают, как они ложатся на поверхность, как они смешиваются и так далее. Ну что ж, начнем! Рисовать я буду в скетчбуке, а точнее в альбоме, который прислал мне этот же магазин. Он формата А4 и он специально создан для акриловых красок. То есть листы очень плотные. Посмотрите, какая толщина, там всего лишь 10 листов. Помните мой квадратный, толстенький, серенький скетчбук, в котором я рисовала последние акриловые скетчи? Так вот, там толщина листа 300, а здесь 400. То есть, вы понимаете, он прям совсем-совсем такой вот, больше похож даже на картон, причем даже не тонкий картон. И сейчас я вам уже подробнее расскажу об этих красках. В целом, ими я довольна. Они по текстуре действительно очень жидкие, а я люблю жидкий акрил. Но в этом есть свои минусы. Я думаю, что жидкий акрил будет не очень хорошо ложиться, например, на стену. Хотя там тоже, конечно, все зависит от того, от подготовки стены для росписи. То есть, есть разные покрытия. Но все же, мне кажется, нет. То есть, если вы расписываете стену, скорее всего, такие краски вам не подойдут. И не только потому, что они жидкие, они еще и не суперкроющие. Особенно светлые оттенки. Темные еще куда не шло, а светлые оттенки там как бы в один слой, ну никак не получится. На бумаге, да, отлично. Я прописывала в один слой в основном. Но если это будет на стене, то, скорее всего, будут проплешины. Это, в принципе, единственный минус. И то минус относительный. Не всем нужны краски для росписи стены. А еще, кстати, у меня возникли небольшие проблемки с тем, что я просто-напросто не вижу цвет. Дело в том, что баночка маленькая. И вот эта вот этикетка, она закрывает просто эту баночку полностью. А сверху белая крышка. И вы понимаете, что цвет я вижу только на донышке. То есть, мне постоянно эти краски нужно вертеть. Как вы видите, я их перевернула, чтобы вы их видели. Потому что, ну, иначе никак. Вот. И на самом деле это не очень удобно. И это вообще проблема не только этих красок, а вообще многих упаковок акрила. Я не знаю, как справиться с этой ситуацией. Может быть, лепить какой-нибудь стикер на крышечку цветной. Я не знаю. Потому что, ну, правда, не видно. Если стоит много баночек на полке, то нужно их просто все перебирать. Особенно, если освещение не очень. А оттенки, как вы видите, есть похожие друг на друга. Но это, ну, как бы не особо удобно. Не знаю. Возможно, я просто уже как деловой художник, знаете, придираюсь, наверное. Но просто вот такую тему я заметила. И это реально неудобно. Надо бы как-нибудь обозначить цвета, потому что их действительно видно только на донышке. В целом, краски мне действительно очень понравились. Потому что, опять же, для меня очень важно, что они имеют такой бархатный эффект. Они действительно просто впитываются в бумагу и не оставляют вот эту вот пленку. То есть, они, знаете, они больше по итогу похожи на гуашь, только не такие пыльные. Далее. К плюсам я, конечно же, отнесу то, что на эти краски шикарно ложится ручка и карандаш. А для меня это очень важно. Вы знаете, что я работаю в смешанной технике. И это прям плюс-плюс-плюсище. Я вообще не могу работать с красками, на которые не ложится ручка и карандаш. А таких много. И даже матовые есть краски, которые очень плохо дружат с карандашом. С этими все в порядке. Текстура такая шершавенькая у красок по итогу. И поэтому отлично. И ручка, и шариковая, и гелевая, и карандаши, и все что угодно. Это, конечно же, для меня плюс 100%. Ну и, конечно же, палитра. Она просто замечательная. Несмотря на то, что я люблю темные глубокие оттенки, эти оттенки, но они настолько красивые. Ну вы просто посмотрите. И главное, они сложные. В общем, этим краскам, по-честному, я говорю, да, они меня не подвели. И я очень рада, что они теперь у меня есть. Буду ими пользоваться. За красками вы сможете сходить по ссылке. Она будет в описании. Ставьте лайк этому видео. А также подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Добро пожаловать. А также фолловьте все мои соцсети. Особенно мой паблик ВКонтакте и мой Инстаграм. Ссылки, как всегда, внизу в описании. Субтитры подогнал «Симон»